Детский досуг, развитие творческих способностей и наличие места для отдыха. Обсудили на заседании круглого стола взаимодействия семьи, образовательных организаций и общества в интересах развития личности ребенка. Обозначили проблемы. Есть большая проблема подготовки дошкольников. Есть большая проблема того, что в районах не так развито дополнительное образование, в районах Резонанской области, как в городе. Да, и вот такие проблемы мы обсуждаем. Есть пути решения, есть примеры решения. Коллеги рассказывали, как организована клубная деятельность, как организована людьми, общественниками различные проекты, которые позволяют это развить. В соседнем зале прошел научно-практический семинар «Актуальные проблемы информационной и психологической безопасности детей». В нем приняли участие руководители общественных организаций, работающих с юными рязанцами, педагоги и представители епархии. Здесь поднимались темы, актуальные для страны в целом – мультикультурализм, толерантность, общество потребления и проблемы деструктивных культов. Еще одна важная задача – с самого детства научить отличать, что в жизни точно пригодится, а что может навредить. Еще одной площадкой для проведения регионального форума «Общество детям» стал Рязанский эколого-биологический центр. Здесь ребята собрались для того, чтобы пройти экологический квест. Главная цель этого мероприятия – привлечь внимание детей к проблемам окружающей среды и совместного их решения. А еще ребята смогли весело использовать и провести время на свежем воздухе. Мы решили использовать именно форум квеста, потому что ребята находятся сейчас на отдыхе, в лагере, и им эта форума будет самое активное проявление себя. И, конечно, для организации этого квеста мы, самое главное, использовали познавательно-образовательную цель. Изначально у нас была именно по экологической тематике. Пища для ума и работа для мышц. Эко-квест – прекрасная возможность познакомить детей с экологической культурой через игру. Сами ребята были рады такой возможности. Сейчас принимала участие в эко-квесте, в котором мы разделились на команды и выполняли разные задания, связанные с экологией. Мы проходили несколько станций, на которых мы отвечали на вопросы, связанные с природой. Я узнала много нового, как выглядят, например, личинки разных насекомых, как выглядят разные деревья некоторые. И многое другое. Мне очень понравилось. Я считаю, что такие квесты надо проводить чаще. Восемь интерактивных площадок, где ребятам предстояло нарисовать свой экологический знак и плакат, пройти эко-блиц, узнать о раздельном сборе мусора и познакомиться с самыми разными насекомыми. Вот, смотрите, это у нас ручейники. Так как у них много врагов, они строят себе домик. Домики могут строить. Вот видите, это осок такое растение. Из осоки построен домик. В этом чудесном бассейне у нас личинки насекомых. Личинки есть ракообразные, есть моллюски, есть пиявки. Вот, у детей было задание. Из всего этого разнообразия они должны были найти деток-стрекозы. Еще на одной площадке мальчишки и девчонки смогли повторить свои знания по биологии и узнать о новых деревьях. На небольшом участке расположено четыре хвойных дерева. Пихта, сосна, вот это лиственница и ель. Дети должны угадать правильно эти деревья и дать точный ответ. На каждую новую площадку команды должны были перебежать с уже готовым заданием. Учитывалась скорость выполнения, уровень знаний и, конечно, смекалка. А еще у участников была уникальная возможность пообщаться с Глашой и Агатой, которые паслись на траве рядом с одной из площадок. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».